Подробный репортаж из Тольятти смотрите завтра в наших выпусках. А сразу после пилотажная группа выступила в небе над аэродромом Бобровка. Как это было, расскажет Кирилл Козин. Проверка окончена. На взлетную полосу под аплодисменты зрителей. Один за другим выезжают пять самолетов Л-39 пилотажной группы «Русь» и отправляются в Тольятти. Старт авиапразднику дан. Пока Ассы выполняют фигуры над Автоградом, над Бобровкой, разворачивается свое шоу. В небе групповой и одиночный пилотаж на Яках. За ними история. По два, восстановленные энтузиастами. Ну и, конечно же, прыжки с парашютами. 10 человек осуществляли обычный классический прыжок. Ну и, естественно, с выпуском флагов. Именно показать зрителям, как это все происходит. Как получается, как работают купола, как работают спортсмены и так далее. То есть больше работы на зрителей. Первая у нас пятерка вышла с высоты 1200, мы 1800. Не успели зрители перевести дыхание, как на скорости в 750 километров в час. Сейчас в небо над аэродромом Бобровка врывается пилотажная группа «Русь». С приветом из Тольятти. Несмотря на то, что и горючего мало, и устали сильно, Ассы выполняют несколько сложнейших элементов. Было здорово. Погода повезла. Значит, и нам повезло, и людям повезло. Корость порядка 750 километров внизу. Фигуры выполняли косые петли у вас, да? Петли в распуске, на распуске вы видели, да? А если играть всю программу, то там очень много всего. Как только самолеты выстраиваются на аэродроме, их сразу же окружают зрители. Сегодня здесь собралось несколько тысяч человек. Для них организаторы устроили возможность посмотреть на авиапраздник со всех ракурсов. Наблюдать за авиапраздником можно не только земли, но и с воздуха. Над аэродромом действует аэротакси. Круг подсчета над Бобровкой для всех желающих обеспечивают два вертолета Ми-2. Впрочем, подняться в небо можно было и менее экстремальным способом. На воздушном шаре. Правда, не выше 20 метров. Ну а для тех, кому на земле спокойнее работала оружейная выставка и тир. Кирилл Козин, Сергей Костин. Новости губернии.